Всем доброго времени суток, друзья! С вами Макснап, и это 14-я часть нашего с вами прохождения Пейнкиллер, крещённой кровью на сложности безумия. И мы с вами на уровне военная база. Давайте подождём, пока он прогрузится. Уровень должен заметить довольно большой. Насколько я помню. И ещё там есть танки всякие, короче, пушки. Ну, большой уровень. Так, начинаем мы с грузовика. Мы, походу, сюда как-то пробрались. Прям, короче, зайцем проехали, походу. Так. Сейчас мы с тобой займёмся. Сколько у вас там за ящиком прячется? Вроде всех раскидал. Давайте броню возьмём. Так. Блин. Всё, никак. Попасть чё-то по нему не могу. Зато он, главное, по нам попал. Ладно. Так, здесь будет замес, я помню. Надо здесь как-нибудь заморозить их всех. Постараться разнести. Самая такая комната опасная, скажем так. Так, бочка. Здесь лучше вообще с бочками, с этими, но не, близко не контачить. Потому что великий риск того, что у нас в неё могут пальнуть и может для Дэниела всё закончится довольно печально. Не, ну в принципе, по-моему, в плане Мочилова здесь всё нормально. Креп. Надо ещё в одну раз кидать. Больше там никого нету. А вот ещё кидурок. Вообще, походу, не в сознании был. Чё-то стоял на одном месте, залипал, походу. Так. Здесь сейчас нас будет со всех сторон атаковать. Так, так. Ну давай, ну прям на луж беги. Ну чё ты на меня-то бежишь, ё-моё. Чё-то в других мест нету, куда бежать, что ли? Обязательно бежать к нам. Они так в натуре бегут, как будто не хотят нас там убить или ещё что-нибудь. А как будто я им, не знаю, денег долгу. Они прям к нам так бегут. Полетел на... Чувак, ты горишь. Прям как супер-звезда. Так, здесь, короче, патроны, да? Так, я чё-то забыл. А, надо этот, короче, взять. У нас ещё, видите, быстрый он от бочки от зоро задел, и... Я забыл там кое-что взять. Я забыл взять электроблоки, или как они? Аккумуляторы, короче, какие-то. Уровень здесь довольно-таки заместный. Так, надо как-нибудь пробраться туда. Нас здесь уже поджидают. Не, скаломётом вообще против них, походу, так сильно не выстоишь. Потому что... Пока в них прицелишься, они тебя уже пристрелят. Здоровье у нас 29, 28. На 52 единицы брони. Маловато, конечно. Вот и бронька. Теперь осталось найти здоровье. Так. Сохранимся. Приглазим, придурка. Нормально. Игра идёт просто нормально. Но, в принципе, там дальше будут ещё похарткорные замесы. В ангарах там танки и всё остальное. Но это, в принципе, будет, наверное, в следующей части, потому что мы... Именно за вот это время, которое здесь идёт сейчас, уже 15 минут, мы вряд ли уложимся. Потому что, в принципе, видео у меня идёт по 15 минут. И всё, что мы за 15 минут сделаем, то мы... И... То и попадёт, в принципе, в видео. Ну, на YouTube зальётся и так далее. Так. Видали, как одним быстрелом мы целую толпу уже скидали? Так. К этим ящикам лучше не подходить, я думаю. Так, успею, не успею я их раскидать. Ну, в принципе, сами и так всё видите, что к ним... К этим ящикам не... Это не ящики, это, наверное, скорее всего, какой-то... Склад для патронов. Ну, знаете, для снарядов, что-то такое. Вот именно он взрывается. Ну, это... Я только так могу дать определение этим огромным ящикам. Ну, вернее, не определение, а предположение, даже так скажем. Потому что то, как они взрываются, это вообще необъяснимо. Так. Кто у нас здесь остался? Это какой-то военный локатор, да? Не локатор, а какая-то станция, да? По обнаружению, типа, самолётов, чё-то такое. Так. Давайте сохранимся. И нас здесь, видите, за каждой дверью нас уже поджидают... ...монстры. Не, как будто я в натуре чё-то должен. На самом деле же... ...здесь всё понятно просто. Просто мы им не понравились. То, что мы находимся здесь на базе, походу. Вот они... ...за это к нам и... ...нас так не возлюбили, скажем так. А может быть, просто у них такая миссия уничтожить Дэниэл. А такая же миссия, как и у нас, уничтожить их. И вот... ...в один прекрасный момент мы находим друг друга, и... ...они оказываются уничтожены. Ну, мы вместе с ними подумали, и я решил, что их нужно нейтрализовать. Так, давайте сохранимся. Наверх там идти нельзя. Нужно сплюнуть, походу, вниз. Там же, походу... ...там же ещё внизу то ли здоровье, то ли броня есть, что-то такое. Сейчас посмотрим. Так, здесь тупик. Бомбы какие-то, да? Внутри шахты. Кто-то мог подумать, я вот никогда в таких местах не был. Ну, довольно-таки интересно здесь это всё выполнено. Сады, прямо лестницы, всё такое. Здесь также мы можем найти... ...секретную область. И в ней, конечно, я не нашёл брони, зато мы нашли с вами реликвию. Какую-то старинную... ...казолотую... ...тюрек. Видите, здесь была лестница. Вот я только не помню, где именно. Здесь её нету. Странно. Чё-то я совсем забыл, конечно, да? Она что-то была? А вот она. Вот, лестницу мы нашли. Отлично. Так, надо здесь по-любому спрыгивать будет. Потому что они... ...просто нас закидают гранатами, если мы... ...ну, если они нас, вернее, будут видеть, ...то они бы просто нас закидали гранатами, и всё. Так. Побродили мы немного по шахте. Здесь тоже есть лестница. Опля. Вот наше здоровье 19 единиц. Интересно, выкину, не вытяну? Она должен по-любому... ...выйти живым... ...до первого здоровья. Там, короче, в самолёте есть хилка. Так. И здесь... ...я, конечно, здесь немножко не успел. Ладно. Давайте попробуем ещё раз. Попытка не пытка, скажем так. Ещё раз попытаемся, только чуть по-мощнецки попробуем побыстрее это сделать, чтобы эта хрень не успела нас... ...замочить. ...замочить. Вроде успели. Здесь на нас сейчас будут нападать всяческие танки. И они довольно-таки, должен заметить, такие неубиваемые прямо. Ну, как неубиваемые, почему убиваются с пяти выстрелов. Просто... ...здесь такой замес сейчас... ...нам нужно, короче, вон ту хрень, те пушки... ...которые мы только что уничтожали, надо сейчас как-то по-быстрому ликвидировать. ...чтобы они не успели нас задеть. Также вон там есть, где. Его тоже бы желательно взорвать. Да что ты, сука. Вот, вроде взорвался. Нормально. Так. И все они, короче, не дают нам дойти до здоровья. Кстати, это, походу, стреляющие. Стреляющие. Ну, короче, стрелки такие-то. Вроде всех разметали. Нормально. Теперь нам можно взять, наконец-то, здоровье. И здесь, в секретном месте, тоже есть здоровье. Надеюсь, это не стрелки, а просто пехота. Да, это просто пехота. Которая подбегает и просто нас хочет уколоть штык-ножом. И, как видите, мы с ними довольно-таки успешно справляемся. Это отлично просто. Надо бы этот ящик как-нибудь подвинуть, короче. И вон на ту лестеньку запрыгнуть. Ну, давай ты двигайся, ё-моё. Вот лестница, короче. Сейчас мы сюда запрыгнем. Ну, куда ты покатился? А ну-ка, перевернись. Ну, думаю, этого хватит. Действительно. Этого хватило, чтобы мы забрали сюда. Это секретная область. Здесь мы берем боеприпасы, броню. И мы полностью восстанавливаем наше здоровье. Даже еще 34 остается. Здесь вроде... Здесь тоже есть танки, но их тоже желательно сразу взрывать, пытаться там. Потому что они довольно проблематичные. Если не вовремя не среагировать... Ну, в принципе, сами знаете о последствиях хоть не бывают. Я как бы проверять не хочу, но у нас уже 107 здоровья и 91 броня. 91 единица брони. И это видео тоже подходит к концу. Ну, что ж, друзья. Вот и подходит к концу наша 14-я часть нашего с вами прохождения. Панкили в крещённой крови на сложности безумия. Играли... Играем мы с вами без карт. С вами был Макс Нав. Увидимся с вами в 15-й части нашего с вами прохождения. Это уровень длинный, поэтому это... На две части я поделил видео, чтобы вы не смотрели по 30 минут. Это слишком долго. И... Что тут можно спрятать? И... Всего доброго, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.